Доброе утро, Дмитрий! Доброе утро, Дмитрий! Доброе утро, Дмитрий! Доброе утро, Дмитрий! Потом в 2000-х появился лыжный фрирайд, мне эта тема очень зацепила и постепенно, постепенно я пришел к горным лыжам, последние 7 лет катаюсь именно на горных лыжах. Ну и как раз таки занимаешься именно фрирайдом. Да, то есть фрирайд это мое основное направление, которое мне нравится, то есть это катание в горах, вне трасс, то есть это свободное катание, но само слово фрирайд, оно подразумевает именно свободу, свободу от каких-либо правил, то есть это именно то катание, которое вы любите и в этом вся суть фрирайда. Давайте сейчас придадим такую небольшую эпичность всему этому разговору для наших телезрителей. Вот поясните, вот это где и как это происходит? То есть вы можете ехать где-то далеко в горах, а быть может и в лесу катаетесь. Бывает такое? Что вот вы едете на скорости, а перед вами деревья-деревья, и вы пытаетесь между этими деревьями. Ну фрирайд он бывает разным, это тоже и плюс и минус, то есть вы можете катать фрирайд как на горнолыжном курорте, просто выехав за сетку, ну на свой страх и риск. Можно заниматься фрирайдом в диких условиях, то есть выехать куда-то в горы, благо в нашей области, то есть Иркутск, Бурятия, гор очень много, у нас очень классный снег, и есть все условия для занятия именно хорошим. Хорошим, настоящим фрирайдом. Дмитрий, в этом году уже успели или еще готовитесь? Пока ждем снег, сезон, к сожалению, запаздывает, но уже прямо точим конты, парафинем лыжи. Ну а что делают профессиональные горнолыжники, если нет снега? Вообще ждут, видимо. Межсезонье, да, это такое тяжелое время, особенно осеннее межсезонье, потому что весной, как правило, зима плавно перетекает в летние активности, то есть это начинается велосипед, вейкборд, то есть, ну, там, мотоспорт. У каждого свое, то есть, как правило, многие горнолыжники, они так плавно перетекают из одной активности в другую и не сидят дома, но именно вот осеннее межсезонье, оно такое самое мучительное, потому что на улице уже холодно, слякотно, но снега еще нет, то есть хочется чем-то заниматься, но приходится ждать. И начинается адреналиновая ломка такая. Да, здесь главное не перегореть. Ну, зато появились батутные у нас парки, да, можно батутиком попрыгать. Батутная подготовка очень важна для фристайла, фрирайда, потому что там есть прыжки, то есть нужно правильно поставить технику, научиться владеть своим телом и уже эти навыки применять на склоне. То есть не просто выходишь на гору, да, и там уже все... Да, и пытаешься сделать сальто, да, ни в коем случае. Нет, есть еще какая-то подготовка вот именно на батутах и прочем, прочем, прочем. Здорово, Дмитрий. Ну, а по поводу вообще катания и того, где кататься, в Иркутске остались ли вершины, которые вы еще не покоряли, остались ли спуски, с которых вы не скатывались? Академгородок. Где чаще всего? Можно ли, кстати, вот такой вопрос, можно ли в городе или надо обязательно куда-то выезжать за? Ну, подойти к фрирайду, да, сделать первые шаги, конечно же, лучше на горнолыжной трассе, то есть это покатать бугры, покатать там вдоль трассы, где-то по разбитому снегу, то есть именно овладеть своим снарядом, овладеть своими ногами, то есть и только потом уже выбираться на дикие трассы, потому что это все-таки риск. И, то есть, из минусов фрирайда, что нужно очень внимательно подходить к выбору места, где ты хочешь кататься и с кем ты хочешь кататься. То есть надо еще и нужного напарника? Конечно, конечно. Ну, а вот самое такое место, может быть, экстремальное или дикое, где вы катались? Ну, самое дикое место, которое мне понравилось в нашем регионе, это Севербайкальск, это Даван, очень крутые горы, я бы сказал, что это такая маленькая сибирская Аляска. То есть по качеству снега, по рельефу, это просто сумасшедшее место. Но там нет ничего. Про Россию не спрашиваю, скорее всего, удавалось кататься где-то в других городах, да? А в заграницей бывали ли вы? В заграницей еще нет. Ну и правильно. Родители знают, чем вы занимаетесь вообще? Да, то есть родители в курсе, они меня поддерживают и мне это очень помогает. Здорово. Знаем мы, что совсем скоро стартует чемпионат России по фрирайду. Где это будет? И надо сказать, что один из этапов, первый, и открывается, он пройдет у нас здесь, в области. Да, то есть чемпионат России это очень значимое событие для мира российского фрирайда. В этом году его откроет гора Мамай, это юг Байкала, почти Иркутская область, республика Бурятия. Очень классное место, излюбленное местными фрирайдерами, потому что там хороший снег, оно доступно для катания, там есть все условия для более-менее относительно безопасного катания. И самое главное, ранний сезон, поэтому все фрирайд-сообщество съезжается, как правило, в ноябре, в начале декабря в наших горах байкальских и начинает там раскатываться. И в этом году мы принимаем первый этап Кубка, обязательно я приму в нем участие. Участвовать будете, но я слышал, что и в прошлом году вы участвовали и даже были в призерах. Да, в прошлом году я занял второе место в категории эксперты, занял 15 место в Красной Полине на чемпионате по фрирайду всероссийском. В этом году Красная Полина также будет представлена в календаре, это будет второй этап, третий этап продет в Хибинах, это Мурманская область. И возможно будет суперфинал на Камчатке, но пока что организаторы еще не дали информацию. Мы очень-очень надеемся, что в этом году вы все-таки займете первое место. Да и на самом деле, наверное, не важно, или важно для вас победа. Важно участие. Участие, да? И знаете, что я понял, что благодаря фрирайду и в принципе горным лыжам можно неплохо так разбираться в географии Российской Федерации, потому что Мурманский и прочее, прочее, прочее. Давайте напоследок такое небольшое пожелание, может быть совет всем начинающим лыжникам, всем партнерам. Ну, слушайте, если человек захотел именно в этом году зимой встать на борт, на лыжи, с чего начинать? Побороть свою инфантильность, да, и наконец-то пойти в горы. Да, с чего начинать и как лучше это сделать? Ну, начинать нужно с хорошей компании в первую очередь, потому что горные лыжи это хоть индивидуальный спорт, но все же очень важно, с кем вы катаетесь, потому что это поддержка, это эмоции и, конечно же, с правильной техники. То есть никогда не жалейте времени на инструктора, потому что инструктор поможет сделать вам первые шаги и поставить вам правильную технику, которая в дальнейшем будет помогать вам осваивать этот классный и безумный мир зимнего спорта. Дмитрий, вам спасибо огромное за то, что пришли и поучаствовали, удачи вам в предстоящем чемпионате, надеемся, что все будет хорошо. Мы же, друзья, вам напоминаем, что у нас в местах был Дмитрий Алексеев, горнолыжник. Запомните это лицо, запомните, быть может, он станет скоро чемпионом мира по фрирайду. Тогда надо было еще, чтобы вы в маске были, чтобы вас... Чтобы меня никто не узнал, да. Да, ну а прямо сейчас мы затронем такую важную тему, как экипировка. Ярослав Багрий походил по магазинам и предоценился, сколько же нужно денег, чтобы начать заниматься зимними видами спорта. Смотрим. Смотрим.